Одно из преимуществ фигмы в том, что вы можете работать прямо из браузера. Я специально для вас завела новый аккаунт, чтобы моя фигма выглядела точно так же, как будет выглядеть у вас при первой регистрации. Вводим почту, пароль, имя и чем мы занимаемся. Соглашаемся, создаем аккаунт. При первом входе в фигму, вот сразу же после регистрации, вам еще будет предложено, здесь будут такие всплывающие окошки, где вам предложат создать команду, что-то там еще. В общем, это все пропускайте, это нам пока все не нужно. И там многие из этих шагов платные. Поэтому все пропустили, там внизу будет такая серенькая ссылочка. И попали вот сюда, на стартовый экран фигмы, где здесь проекты для ознакомления вам предлагаются. Их можете тоже там пощелкать, посмотреть, что там интересного. Здесь у нас слева две вкладочки. Recent – это последние файлы, с которыми вы работали. И Draft. Draft – это черновики, грубо говоря. То есть здесь будут вообще все, все файлы, с которыми вы будете работать. Ну, давайте сразу же создадим новый файл. Сюда на плюсик кликаем. Выбираем дизайн файл. Вот так мы работаем. Так, это мы пока все пропускаем. Наша рабочая область. По серединке мы будем рисовать. Слева у нас панелька слоевка к фотошопе. И инструменты. Если вот вы работали уже в фотошопе, то видели, какая большая панель инструментов в фотошопе. Сколько их тут много. В фигме все гораздо проще. Здесь вот такая маленькая панелька. И справа у нас здесь панелька свойств. То есть когда мы выберем любой инструмент, давайте, например, выберем вот этот инструмент, который называется Frame. Проведем такой прямоугольничек. Мы видим, здесь появились свойства. У каждого инструмента свойства свои. Вот у фрейма, например, вот такие. Что это за свойства? Ну, например, размер. Это ширина, высота, угол наклона, ветвь. И так далее. Все свойства, которые относятся к текущему инструменту. Например, если я сейчас выберу инструмент текст и что-нибудь напишу, то у меня здесь будет свойство инструмента текст. Тут можно будет выбрать шрифт, размер шрифта, начертание и так далее. То есть все довольно просто. Вот я сделала Frame, у меня в слоях появился Frame. Я написала текст, у меня в слоях появился слой с текстом. Точно так же я могу кликать мышкой, передвигаться по рабочему полю и так далее. Мы сейчас с вами нарисуем простенький очень такой плакат по шаблону, который вы сможете потом использовать в дальнейших работах. Вот здесь у меня есть такие примерчики плакатов очень простых, где есть фотографии человека. Вот такие плакаты знакомства. Фотографии человека, какой-то текст, заголовок крупный и, может быть, там какие-то дополнительные фишки. Мы с вами сейчас делаем тип такого плаката. Вы можете делать это про себя, можете сделать это про любого актера, писателя, вымышленного героя, музыканта. В общем, про любого человека, про которого хочется. Вот, сделаем мы такой самый простой плакатик, чтобы познакомиться с фигмой. Для начала нам нужно создать, для начала нам нужно создать фрейм. Выбираем инструмент фрейм. И смотрите, у нас здесь справа появляются пресеты. Пресеты – это готовые шаблоны по готовым размерам, которые можно сразу брать и использовать. Например, у нас здесь есть пейпер, бумага, А4 формат. Давайте возьмем его и расположим. Пока мы не будем делать плакат для печати, пока мы просто знакомимся с фигмой. Итак, создали автоматический фрейм А4. И теперь нам сюда нужно вставить фотографию. Например, я хочу сделать плакат про Локи. И сразу небольшой лайфхак. Когда вы ищете картинки на Яндексе, на Гугле, неважно, всегда сразу же включайте фильтр поиска по большим изображениям. Изображение всегда должно быть большим. Если вы качаете маленькие картинки, потом их растягиваете, то получается плохо. Ну и второй небольшой лайфхак. Старайтесь искать фотографии, в которых есть какая-то динамика, какое-то движение, но при этом сразу же представляйте, в какое место на этой фотографии вы вставите текст. Например, классная вроде бы фотка. Здесь есть динамика, какие-то частички разлетаются. Но куда здесь я вставлю текст, если только вот сюда снизу. То есть эта фотка довольно ограничена. Я уже не смогу вставить текст ни сбоку, ни сверху, потому что здесь все-таки очень мало места, которое не занимает лицо. Поэтому такая фотография мне подойдет только если я согласна вставлять текст снизу. Окей, давайте посмотрим еще какую-нибудь фотографию. Может быть вот эту. Я сразу вспоминаю, какой у меня формат. У меня вертикальный формат, поэтому мне придется вот этот фон, который, казалось бы, как раз подходит для текста, обрезать. И у меня опять же будет больше места, больше пространства на плакате занимать лицо. Это опять мне не подходит. То есть вот такая логика всегда при выборе фотографии. Вы должны сразу же прикидывать ваш формат, где будет размещаться фотография, где будет у вас размещаться текст, цвет, будет ли она там подходить, например, под цвет вашей работы. Например, классная фотка, есть динамика, да, Локи улыбается, но цвет довольно тусклый сам по себе. И, ну, как-то не сочненько будет вот такой добавлять, там из такой фотографии делать постер. Поэтому, ну, тоже не подходит. Здесь вроде как поярче, да, но смазанное лицо, слишком пестрый фон тоже не подходит. Конечно, я понимаю, что это приходит прям сильно не сразу. Вот такой вот быстрый анализ исходников. И в первое время абсолютно любой человек, который начинает учиться дизайну, очень много времени тратит на поиск исходников, на поиск картинок. Это нормально, и это часть работы, поэтому не расстраивайтесь, если вам приходится там очень долго сидеть и искать в гугле вот именно ту картинку, которая вам нужна. Вот это, например, классная картинка. Здесь прям реально динамика видна, да. И такой фон, где можно прям разгуляться, разместить много текста. Классная картинка, но не очень качественная. То она пикселит, что здесь там такое все размазанное, и вот такие картинки лучше тоже не брать. Мне понравилась вот такая, я ее сохраняю. И смотрите, есть несколько способов вставлять картинку в фигму. Самый простой – это взять и перетащить. Вот так. Размещаем ее на холсте. Вы можете ее разместить на весь холст. Можете вот так вот уменьшить, потянув за уголочек, и разместить как-нибудь вот так по серединке, здесь добавить текст, как в наших примерах. Можете растянуть, вот так, например, или вот так сделать. То есть в зависимости от того, какая у вас картинка, можете просто вот так на половинку сделать. То есть у вас половина будет текст, половина будет фотография. Если вы делаете вот так на половинку, вы не хотите, чтобы фотография выходила за границу фрейма. Вот у нас граница фрейма, граница нашего документа. Во-первых, вам нужно, чтобы картиночка была внутри фрейма. Перемещаем внутрь и ставим, выделяем фрейм, встаем на него мышкой, и вставим галочку clip content эта галочка обрезает все что выходит за границу фрейма про картинки мы можем просто так вот уменьшать ее мышкой если нам нужно ее кадрировать до допустим обрезать то мы зажимаем control и вот с зажатым control мы уже можем кадрировать фотографию вот я размещу свою фотографию на весь фрейм дальше нужно добавить какой-то текст ну например я напишу просто локи выберу инструмент текст щелкаю пишу чтобы приблизить масштаб у нас опять же зажимается control и крутится колесико мыши свойства текста выбираю любой шрифт свойства текста выбираю какой-нибудь интересный шрифт кстати минутка рекламы у нас есть такая база да про которую я пишу в конце каждого урока и у нас тут есть раздел со шрифтами помимо всего прочего здесь это очень много шрифтов и удобно их выбирать то есть прям с картиночками сразу можно еще отсортировать по латинице или по кириллице как установить шрифты фигму выделяем правая кнопка установить после этого они должны автоматически появиться фигме вам только нужно обновить страничку для этого нужно нажать f5 фигма перезагрузится потянет шрифты и системы опять предлагает мне платную фишечку я отказываюсь и небольшое дополнение если после того как вы установили шрифты в систему и обновили страничку нажав на f5 у вас шрифты не подтянулись новые дань фигма их не ищет тогда мы идем в профиль заходим в настройки settings и вот здесь вот у вас будет кнопочка установить там где фонс у меня уже все установлено но иногда требуется установить какую-то дополнительную программку жмете установить после этого точно так же обновляете фигму и шрифты должны появиться и давайте проверять встаем на слой с нашим шрифтом шрифт назывался барон смотрим барон вот его окей размер шрифта немножко сделаю его пожирнее и пока ставлю так если хочу добавить еще какой-то текст я могу снова щелкнуть инструмент текст если я хочу добавить сюда еще какой-то текст например виде абзаца я снова щелкаю по тексту и протягиваю вот такой вот контейнер то есть текст можно писать двумя способами просто щелка на документе либо протягивая контейнер случае когда вы просто щелкаете у вас создается бесконечная строка вы будете писать и писать и писать и писать пока enter не поставить а в случае когда вы растягиваете вот этот контейнер у вас создается сразу же абзац который ограничен рамками этого контейнера давайте попробуем что-нибудь написать некрупно не автоматически строчка перешла на новую строку то есть вот так ты работает чтобы сделать побольше расстояние между строками я кручу так влево-вправо этот ползуночек ok пока нормально пока меня все устраивает кроме того что текст конечно не видно но это мы сейчас исправим и смотрите что здесь я могу сделать и вы в зависимости от того какая у вас будет фотография чтобы текст читался можно подложить сверху плашечку плашечка это у нас прямоугольничек любой растянули сверху прямоугольник чтобы его засунуть под текст они сверху мы его вот так берем в слоях и перетаскиваем пониже до под текст вот у нас слои с текстом вот у нас слой с прямоугольником ну и придаем ему какой-нибудь красивенький цвет например самый безопасный прием это взять черный и вот здесь вот прозрачность убавить до тех пор пока у нас не начнет читаться текст нормально но при этом будет видно картинку можно сделать вот так только по тексту отца читается нормально можно сделать поинтереснее можно сделать не плашку черную можно сделать такую градиентную заливку снизу фил это у нас как раз таки заливка она отвечает за заливку за цвет плашки мы можем сделать ее градиентной давайте нажмем на плюсик щелкнем вот сюда и здесь выберем второй пункт этот градиент у нас тут есть две точки верхнюю точку я допустим хочу сделать зелененький кончик радиент вот так вот пипеточкой возьмем с фотки зеленый оттенок но при этом прозрачность выкручу в ноль а у нижней возьму точно такой же зеленый оттенок но при этом оставлю прозрачность сто процентов и прозрачность самого градиента сто процентов нижнюю при этом плашку можно убрать нас получится вот такая вот градиентная заливка если я хочу еще немножко с ней поиграться я могу сделать ее повыше ползунок потащу или пониже могу нижний ползунок вот так подтянуть можно оставить так можно сделать еще немножко поинтереснее щелкнем на фотку затем вот сюда по превьюшке здесь мы можем немножко отредактировать нашу фотографию например сделать ее черно-белой для этого пункта трешин мы сделаем 0 вот так очень быстро мы сделали черно-белую фотографию закрываем и допустим выбираем линию и вот такую линию я провожу цвет обводки кстати вот здесь у вас сохраняются все последние использованные цвета это очень удобно выбираю такой же зеленый цвет обводки как для градиента толщиной водки ставлю так 50 ну даже 70 я поставлю пожалуй и наверное все-таки цвет чуть поярче сделаю вот такой и затем я хочу чтобы сквозь эту зеленую линию у меня просвечивала фотография для этого я иду вот сюда видите здесь написано лэйр и капелька такая нажимаю и допустим это режим и наложения как фотошопе я нажимаю например такой режим выбираю могу выбрать любой другой пощелкать и посмотрите что они дают и получается вот такая штука по моему прикольно так мне нужно переместить ее под текст гардиентик вот это вот я уберу мне сейчас пока что не нужен и наверное даже сделаю линию еще потолще чтобы сделать копию этой линии я зажимаю alt и просто перетаскиваю можно как-нибудь вот так расположить можно попробовать цвет текста еще поменять может быть на какой-нибудь такой для этого я просто стою на слой вот здесь выбираю fill квадратик и начинаю вот так передвигать ползунок искать какой-нибудь прикольный цвет текста можно оставить белым вот так все чуть-чуть подвигаю но в принципе все такой очень простенький быстренький плакатик у нас готов то есть от вас требуется только понять что такое фрейм как взаимодействует между собой слои что есть инструменты есть у этих инструментов какие-то здесь характеристики которые можно менять ну и в принципе познакомились фигмой она совсем не страшно очень даже просто индуитивно понятно хорошо после того как вы сделали свой простой плакат вы можете вы можете скачать эту картинку до за проследите чтобы все слои у вас были внутри одного фрейма чтобы вы смогли вот так их свернуть развернуть они все оказались бы внутри и после этого нажимаете на экспорт и здесь уже выбираете формат в котором вы будете экспортировать если просто картинкой то png или jpeg если вектором то sg для печати потом в дальнейшем будем экспортировать в pdf нажимаете png нажимаете экспорт картиночка у вас сохраняется если вы хотите поделиться исходником чтобы человек мог зайти посмотреть ваши слои что-то может поправить до забрать сегодня к себе то вы называем нажимаете кнопочку share здесь проверяете чтобы у вас было и не он за линк то есть любой человек у которого есть ссылка нажимаете copy link и отправляете эту ссылочку вместе своей работой